Привет всем! Меня зовут Даша и сегодня я решила поснимать начало моих процессов. Сначала покажу вот этот видовый образец. Я его постирала, он еще влажный. И мне очень нравится какой он. Я с него с этого... Ну так вроде как на просвет он немножко прозрачненький. Но вот так вот если... Вот видите, косит. Я его поправляю, поправляю, а он все равно вот так лежать. Я же все равно тебя победю. Я тебя буду парить, если надо. Поэтому лучше слушаться по-хорошему. Этот вид у меня вот такое моточище. И еще клубочек есть, или даже пара клубочков. Я уже начинала из него вязать. Ой, цвет вообще не хочет передавать. Вообще это тонкий вид. По-моему 700 метров в 100 граммах, насколько я помню. Или 700, или 800. Ну скорее всего 700. Это первый мой купленный твит. Я его покупала в магазине Котенок Мэри. Тогда твиты были прям на самом-самом пике. Я его прямо вот еле успела ухватить. И сразу начала с него вязать. В одну ниточку, по-моему, на спицах номер 3. Не по-моему, а в одну, да. И порядочно так связала. Потом не знала, что мне дальше делать. Вязала снизу вверх. И, короче, лежала-лежала, распустила. И вот Света Круч в своем видео тоже показывала образец. Сказала, что собирается вязать платье. Думаю, блин, мне же надо тоже свои твиты извязывать. Плюс Маша еще видео сняла про все свои твиты. Ой, я не выдержала. Душа поэта связала тоже образец. Говорю, Света, давай вместе вязать. И сегодня показывала ей свой образец. Ну, отправляла ей видео коротенькое. И думаю, а чего-то мне не снять. И для своих зрителей видео. Не только может Света интересно посмотреть, какой у меня образец. В этом твите 80% шерсти. И 20% полиамида, по-моему. И я его стирала с кокосовым мылом. Что-то раза три, по-моему, его намыливала. Не замачивала, ничего. Просто вот намыливала раза три. Смывала. И потом еще на последний раз просто с шампунью обычной. Шампунем или шампунью. Короче, шампунь налила немножечко. И вот постирала. Ну, как постирала. Прополоскала в этом. Ну, и выполоскала, естественно, потом чистенькой водичкой. Вот. Что-то будет. Я, правда, даже еще не знаю, какое мы со Светой решили. Точнее, она решила. Я согласилась вязать погон. Потому что она еще ни разу не вязала реглан погон. И я еще ни разу не вязала реглан погон. Но я не знаю, что будет дальше. Она себе там уже придумала, чего будет дальше. А я-то нет. Я-то платье не ношу. И я вообще теперь не уверена, будет ли это платье. Потому что я думаю... Ну, а с другой стороны, пора, наверное, и начинать носить-то платье. Сколько можно уже в джинсах ходить. Вот. Поэтому буду что-то думать. Вот буду смотреть на этот образец, выравнивать его, выпрямлять. И чего-то думать. Ну, еще с кем-нибудь посоветуюсь. Из девчонок, может. Кто-то мне что-то скажет. Дельное. А то мне вот... Я вообще не понимаю. Ни в цветотипах, ни в фигурах, к чему кому идет. Потому что ношу джинсы. А еще процесс у меня... Вот такой носки. Носки от мыска я вяжу по описанию... Что у меня тут рядность? По описанию Иры Монастериану. И это будут полосатенькие носочки. Пятка, мысок и, по-моему, тоненькие полосочки будут вот такого синего цвета. Это пряжа Cascade Yarns из магазина Knitted Stuff Store. Американская пряжа. Очень классная. Очень-очень мягкая и шелковистая. Вот прям... Как для носочной. То мне сначала было жалко носки. А потом думаю, ну а почему? Она ж носочная. В чем ножки-то не побаловать чьи-нибудь? Вот. И другие носочки... Ой, полосочки будут... Это точно такая же пряжа, только другого цвета. Вот вот такого цвета. Вяжу только у Иры там в описании 2,5 спицы. А я вяжу на 2,25. Во-первых, я... Сейчас перейду на вот эти спицы, носочные лики. Ну, потому что я хочу носочными вязать. Я сначала начала носочными вязать. А потом до меня дошло, что этот... Вот этот набор Джуди удобнее намного начинать на круговых спицах с леской. Потому что тут в начале особенно не проберешься к петлям. И я, тем более, спицы деревянные. Я уже не так, конечно, боюсь на них вязать, как первое время. Я уже в них более уверена. Но все-таки не хочется ломать. Вот поэтому начало я провязала на этих спицах, на круговых. И, кстати, посмотрите, что у меня со спицей. Я на них вот спокойно провязала начало. Сначала расстроилась. Видимо, кто-то наступил на диване на эти спицы. Вот. И вот такая вот получилась интересная. Кстати, такого плана спицы продаются. Я слышала, что, по-моему, Илья Аня Жильцова рассказывала, что тоже там, по-моему, на диване кто-то наступил на эти спицы. И вот здесь вот, где соединение идет так. Давай-ка не будем на Твиде фокусироваться. Сфокусируемся здесь уже. О! Где идет вот это соединение, где оно прикручивается. Вот прямо в месте соединения отломилось. А у меня, видите, погнулось просто. Я сначала расстроилась. Потом думаю, ну ладно, это все-таки, это же не целый набор у меня испортился. Одну пару разъемных спиц можно купить. Ну, сейчас начала вязать. Вроде как и нормальные вяжутся. Если будет неудобно, то закажу уже новые. А вторая спица прямая. Но вот эта у меня другого размера. Ну, потому что я в круговую вяжу, чтобы мне удобнее было. Вот, поэтому вязала гнутой спицей. Сейчас буду переходить на деревянные. Так, один носочек почти связала. Мне вот осталось вот здесь еще рыжечку связать. Ну, по иранному описанию. И второй носок осталось связать. Такая контрастность, такая прям... Аж что-то мне сейчас вдруг тельняшку захотелось. Вот, где у меня соединение. Вот здесь соединение идет. Начало ряда. Я надеюсь, после стирки оно более ровненькое будет. Вот. Пятка бумеранг. И вот, носок почти готов. А я довязала же свой этот тобиас. Горловину сделать и решила. Вот, просто... Хорошо, что эта пряжа закручивается. Меринос. Там несколько ниточек мериносов разных. И я рада, что она закручивается. Здесь у меня тут пару рядов этой изнаночной глади. И несколько рядочков я провязала лицевой. И вот так вот она закручивается. И мне нравится, как оно выглядит. Рукава. Просто вот тоже лицевой гладью. Но здесь они не так закручиваются. Хвостики еще не прятала, но уже постирала. И хорошо, что я не спрятала хвостики. Потому что мне не понравилось. Я сделала закрытие внизу с накида. Ну, типа, чтобы не стягивала. Потому что мерила-то я со спицами на себя. И мне казалось, что оно как-то туговатенько. Вот. И решила закрыть слабенько. И оно вот такой вот край получился. Мне вообще не нравится. Поэтому я сейчас распускаю. И распускать это еще до удовольствия. Надо каждую, получается, петлю. А еще и плюс накид здесь. Поэтому я вот ее каждую вот это раз ковыриваю. Хорошо, что оно не очень нежная нить. Ну, я имею в виду, не хрупкая и не рвется. Поэтому каждую петельку, она даже тут не хочет фокусироваться. Чтобы не нервничать, наверное, камера думает. Ну, и, короче, вот это вот я сижу, ковыряюсь, колупаюсь. Чтобы уже закончить. Ну, край я сейчас, скорее всего, закрою иглой. Ну, как вот здесь на рукавах я закрывала. Такой он похож на наборный край, получается. И думаю, все-таки еще что-то мне не хватает тут. И, наверное, я вот этим вот, вот этой пряжей, вот отсюда наберу, скорее всего. А может их в конце, а может и отсюда. Посмотрю, короче. Вот здесь вот я думала набрать. По краю петли поднять. И провязать вот здесь вот еще несколько рядов лицевой гладью. Вот такого цвета, мериносом. Не знаю, как оно получится. Сейчас пока буду распускать, буду еще пять раз передумаю. И вообще, чтобы по-другому сделаю. Вот. Пока вот этим занимаюсь. И... Ага, ага. Богатство, богатство. Да, еще вот я спрашиваю. Мы сейчас будем все рассматривать. Катины богатства. Катя приехала к нам. Слава Богу, я ее замучила уже. Я расскажу, девочки, потому что во всем мире отмечают сегодня День Валентина. Единственная страна в мире, которая расширила это понятие на всех друзей. В Эстонии это называется День Друга. Ой, какая красота. И все поздравляют друг друга. Все друг друга любят и все друг друга поздравляют в этот день. И наш Калев выпускает каждый год к этой дате спецсерию. И вот эта серия этого года к одню друга. Спасибо большое. Так это приятно. А здесь это вот... Вот эти... Это... Это... Это кассеты ручной работы тоже Калевские. И шоколад. Еще. Умещайтесь, пожалуйста. Открытые. Ого, тут коллекция. Это для Киева еще, поэтому... Это же открытые. Да, это как открытые. Сейчас новые рисуют. Новые Дельвие. Еще. Я еще пока не нашла, к сожалению, в курсе ни одной типографии, которая будет удовлетворять меня по качеству. Но я сделаю. Это... Я не буду там. Или это еще про? Ну, а я буду с улицей в шамароте. А-а-а. Как можно было... Здравствуйте. Здравствуйте. Снимаешь? Катюша, это Ади с кем? Это Нина Европа Ярн. Они делали Дельвиес раньше сами. У них есть они старые. Ну, как старые, типа, прошлого выпуска. А потом они перенесли производство на Адзе. Они немножко отличаются. Из красного дерева, правильно? Да, это красное дерево. А ну-ка, можно... Вот, а это... Если можно, это все вытащить. Да, потише, давай ты потом будешь показывать. Ой, мама. А потом, если что, на видео посмотрим, где же были Катя, они здесь жили. Ну, а тут кресы, собственно, которые предыдущие. Да, которые были. Остренькие. Они остренькие в этом. Их окраски и самая, мне кажется, ценность. И патроны еще у них, да, крутятся? Или это не... Вот у старых крутятся, а у новых, к сожалению, не крутятся. Они, да, и на мой взгляд, они, по-моему, единственные остроносые деревянные. Эти, как у них нос длиннющие. То есть тут же где-то есть рикошки, тут все где-то есть. А как-то вот хорошо, тебе вот нужна там какая-нибудь спица вот оттуда. Да, вот так. Нет, на самом деле дома она живет там более-менее рассортированная, но все то, что должно все влезть в чемодан, приходится. Ой-ой-ой-ой-ой. В инстаграме, а потом это раз. О, не жалели, да? Блин, она фокусироваться даже не хочет на этом. Это что, Альфа? Нет, это Меренос с Вердубом. Вот это классно. Ну, где-то у меня Меренос с Вердубом должны быть. У меня есть самолет, у нас есть. Так, это самолет на Худи. Она недоступна вообще никак. Кто-кому в Инстаграме. Я эти два мотка привезла с Каваром. Ладно, вы связались здесь на машине у девочек. Просто, да, у меня четвертый класс только, а для него она хомковат. Уже Катя, это вы все время в СССР, да? По-разному. Но она еще и все одежды пополняет. Это классная вообще. Зимние, я сразу удастся как-нибудь. Летом это ужасно, потому что я летом летала в Минску, у меня был маленький кабин-сайз. Там было три четверти кабин-сайза, это пряжа и образцы. И там буквально две югки две футболки. Какая мягенькая. Больше не надо было. Тут есть миллион разных пряж и больше. Единственное, пожалуйста, кладите все это обратно в пакет. А еще где-то у меня еще эти образцы. Так, куда ведите, что-то стояло. И чашечки правильные. Конечно. Водичка. Это хосигава, стоковая, шелка. Боже, какой цвет. Это буретный? Да. Это комарошка, который веренос. И такие будут из буретного. Но это плотно очень, его надо тоньше вязать. А где буретный? Тут по-разному. Тут по-разному. Там есть и ручные, и машинные, и мои, и не мои причем. Какие-то мне просто кто-то показывал, что, о, смотри, крутой образец. Потому что вот это, это тоже буретный шелк, но он совсем не очевидный. Можно подобрать? А, да. Вот, вот буретный шелк, да. Я вязал совсем по-другому. А тут такой-другой. Катя, я сейчас... Прямо, ого, ого. Это тоже буретный, да? Да, мы тоже не по-другому. Мягко, не чувствую. О, ничего страшного. Вижу, что не ламс-фул, а... Нет, ламс-фул, я не крем-фул. А ламс-фул, я не крем-фул. Он есть в образце. Ламс-фул, я приду. Катаясь. Вот, Катя сказала, что сублим наш. Аналог Катя, что-то там, Катон. То есть, если вас это не напрягает, то как бы норма. Мирина Катон, вот Катя. Катерина. А вот сублим наш, который... От просто пряжи или от сотворчества. Это, наверное, легкий пункт. Я вон тоже все в кадре. Так что-то кадушков толком нету. Я вон все вон есть. Ой, я же хотела от Лукен щупать. Дарья такая, да, да. Щупаешь меня? Ты что, меня снимаешь, как я тебя щупаю? Да. Начинала это. Чтоб мужу потом показать, кто меня щупал. Кто, кто? Я тебя щупала. А Дон переживает, куда это я на день Валентина поехала. Отмечаете? Нет, не особо. Я вязала шарп, у меня шарп чулочная. И я вязала стилеросозные носки, вязала. Я здесь вот такой билет обрезала. Я не понимаю, любви к хай-хай. Для монолыжи она очень-очень. У меня стилы. Я себе специально стилы покупала. Мне шарп. А шарп я тоже не понимаю. Холючий. Альфа, я дружи. Мне он не любил, чем пациент. То есть я просто, у меня у него сюда мотка. Я нигде не конюю. Когда его вот сзади... Ну, это... Это ли несчастье? Моток в спиц, мотки в пряжи. Вот оно, счастье. Я наркоток взяла. Это мельнос с акрилом. У меня, на самом деле, товарный пол, его связать в какой-то такой очень простой свитер и стирать в машинке. Понять, как он вообще свитер идет. Да, конечно. А что ты сказала про хай-хай? Не нравится? Не любите. Я не любитель. У меня не очень мёс. Более острые, чем... У тебя шарпы или... Идет, и другие. Шарпы более острые, а которые... Они как чалкушки, да? Они как чалкушки. Чалкушки, мне кажется, они лучше по схольжению. Но есть нюанс. У меня очень-очень старые чалкушки. Новые чалкушки отличаются по схольжению. Да. Они более гладкие? Нет. Они набор более шершавые. Новые? Новые грудища. Ну, у меня наборы... Сейчас скажу. Они год, наверное, 13. Чалкушки, которые были в последнем. Вот эти наборы красные, синие, коронкие. Они, кстати, у них есть. Можно найти во всей этой прекрасной зоре. Они более шершавые. Как будто они поменяли материалы. Ну, и зачем они такие любые? Блитёж, а попали и другое. Моя-пай, мне еще не нравится, они слишком лёгкие. Такое ощущение, берешь их в руки и такой... А чем вязать-то, да? Такой стух такой, лёгкий, лёгкий, лёгкий смаз. Попробовать. Такие нюансы, они как раз очень... Важные, и мы их можем, как раз, промо-контролировать. Этим отличается ручное вязание от машинного. Особенно в тот момент, когда мы вяжем и думаем над тем, что мы вяжем. И опять же, когда мы думаем о регламных линиях, внезапно мы должны подумать, что мы с ними будем делать сам. А ну, Каська. Первая петелька. Так. Сайхолочку. Угу. И крючочек закрываем. Принцип. Угу. А ну, подождите, я сейчас погуляю. Закрываем, мы чуть побжикали. Да, она еще расслаивается, ниточка. Чик. Чик. Женька на тренировке. Я покажу варежки. Я же тогда связала. И решила чем-то украсить. Хотела сначала помпончики, сделала уже помпончики. Потом Женя говорит, нет, мама, давай лучше бисером. Вот. И сделали сердечки. Бисером они одинаковые, но только цвет разный. Это угощение у нас лежит. Мы сейчас. Женька поскачет немножко, покатается и будем яблочками, морковками угощать. Вон они, красавчики, ходят. Грязные. А Женька вон скачет на Баде. Вон они, красавчик, безусловно. Здесь вот. Дортор есть. Женечка рысь. Ниже. Четвы. На машине рысь. Багирочка стоит, беременная мамочка. Вот ждут, со дня на день должна ожеребиться. Она бедная тут. Ножки отекли, Лена говорит. Хорошая такая. Я бы не сказала, что она сильно беременная. Привет всем. А я иду с корабля на бал. Женя попросила вместе с ней поснимать. В радужном шарфике. С корабля на бал, потому что я только приехала с Одессы вчера вечером. А сегодня иду, сейчас встречаю Дашу, у меня прям дежавю, как в прошлый раз. Встречаю Дашу и мы идем с ней. Буду путать две Даши. Две Даши будут путать. Ну, я не думаю, что нас будут путать. И мы пойдем с ней на нашу Николаевскую вязальную встречу. Я надеюсь, солнышко не сильно нас будет осветлять. И будем уже здесь тусить. Я, конечно, хотелось бы сегодня еще... Катя Родимова еще не уезжает. У нее сегодня мастер-класс... Не мастер-класс, а лекция по пряже. И вот это вот я, конечно, хотела бы посетить. Но дети скучают, сильно плачут. Поэтому пришлось приехать. Еще одну мою ночевку в Одессе они бы не выдержали. Вот, поэтому очень... Я надеюсь, там Света хоть чуть-чуть поснимает скрытой камерой. Или мне потом расскажет что-то интересненькое. Она-то будет слушать. Вот. И... И вот. К сожалению, лучше бы она, конечно, в субботу реглан... Ой, этот... Пряжу бы провела. Я бы послушала. А в воскресенье бы сегодня уже реглан. Ну, ладно. Как есть, так есть уже. Были неучами, неучами погибли. В нем. Вот. А сейчас мы идем встречать Даши. Потом на встречу. Да, сейчас. О, я только пришла тебе снимать, Света. Сейчас будет показательное выступление. Давай, давай. Я подожду. У нас тут полную силу идет. Голдяш. Как я люблю. Трансфорт на корнецто три года рожала, выродила. Но это все два раза распускалось, потом уже связал. А чуть же лицо. Вот тут все вот это вот висит, торчит. Ну, не знаю, сейчас будем корректировать. Может, что-то лишнее оставил. Ты его не до конца еще все протестировал? Да. Ну, еще... Вот это вот варианты в один ватываемся. В одну ватываемся. Могут быть двух, трех, пяти, десяти. Давай. В общем, как завяжете, так и же. Да. То есть завязки здесь остаются. Вот ткань можете пристегивать. Можете в клетку, можете в полоску, можете вязать. Ну, это я не связала, еще будут вторые. Ну, можно сказать, что это вообще-то как-то? Ну, какой-то, как-то. Ну, вообще, идея была перед тем, как. Да, перед тем, как. Вообще, то есть идею до света в нашего логототрена. Мне что-то рассказывала, там, это было еще давно. Ну, да, я и не знала, как пристегнуть. Как их там... Я хотела на липучки, потом на куговицы, на молнии. Я не знаю. В общем, хотела съемные рукава, но не знала, как сделать. В общем, не хватает внизу еще веревочки, крошли. Смотри, не-не-не-не-не-не. А вот в прошлом, в этом сезоне, в девятнадцатом году, у Ан-де-Мельмейстер. Я взяла. Покрубее. Вот точно такой. Я его нашла, просталась. Суть была в чем? Там был тоже вырез вот такой вот, V-образный. И вот эти привязанные рукава. Потому что там свитер был гораздо грубее. Хорошо. Ну, да. Просто вот, да, зато там были вот эти завязочки. Он не брутальный. Он был... Я могу вам показать. Просто более толстый. Ну, группу. А разно более толстый. Группу. Имеется в то, что там были эти завязки. Прикольные. Причем, мы так просмотрели, ну, как я видела вещи Ан-де-Мельмейстер. Ну, в общем, когда Оксана мне показала эту фотографию, я поняла, что Ан-де-Мельмейстер. То есть мы тут и начинаем с тонкостью обработки, и они там вяжут. Нифига, я тоже оставила. Все вот так вот, необработано. Завязочка будет. Нет, в другую сторону. Развернуть. А, вот, вот так. Ну, да. Потому что по центру плохо. Если одевать без рубашки, он проваливается. Я не сказала по центру. Не-не, я объясняю, почему идея не по центру. Ну, и тут, получается, на рубашке все держится. Я одних не стала здесь еще. Разве что кнопочка. Я бы кнопочку туда поставила. Вот, и ну, шоу. Это вот на вот еще. Такую маленькую. Да, да. Короче, все висю. Да, да. Хочется. Вот. Что еще? Вот хочется мне вот сюда. Вот, вот, что там бежал. Да. Кнопочка. Да. Молодцы. Завязка будет тебе мешать, тебе будет некомфортно с ней. Это завязка или кнопка. Завязка, но она должна быть маленькая, тоненькая и короткая, чтобы она не телемпалась. Она будет даже без рукав, она здесь будет просто висеть по боковому. Санечка, смотри, она вот уже сейчас ходит, носит, туда-сюда, она закатается. Пусть себе катается. В общем, все. Аплодисменты. У нас опять розыгрыш. Это чтобы ваша любовь была сладкой, но непригадной. Оксана, как всегда. Печеница. Коробочка. Коробочка. Я тоже так разошла. Черт, печенечка, давайте коробочку. Ну и каждому по сердечку. От меня, от весны. Красота. Красота. Вы не думайте, что я его сама пекала. А мы уже было подумали. У меня девочка печет. Пошешь. Да, но зато палки мы с тобой собирали. Да. Палки. Палки. Нет, я решила, что если надо будет еще завязать. 92 гуанако, 8 полиамида. И она такая классная. А ну, отца, можно на секундочку? Он такой, похоже на кошельный. Нежный, нежный. Так, что там у тебя? А, это у лиды, да? А, это у лиды тоже? Нет, это не у лиды. Это захотелось мне какую-то такую худю, чтобы можно одеться из машины и поехать туда. И в снег. И в снег. И в снег. Это маза клина. А, у нее тоже. У статмаза у меня есть. Который на 4 части, этот у меня есть. И это самое. Я бы даже хотела даже... Ви 70 лапах ступить даже сговором. Но! Как не сговором этот? В складчат. Вы что? Какая складчатая? Я имею ввиду блин. Совместный. Что она объявляла? Совместный. Сеш, сеш. Сеш, сеш. Пряжа не выкуплена, это все будет в осень. Не хочу, не буду. Но жаба меня давила на этот лакшери лайт, из которого они все это дружно вяжут. И Рика у нас вообще, как по мне, бешеный длинный. Ну, смотрю, пряжется, такая по виду похожая, такая вся неравновемая. Слушай, а у нее что-то было похожее? Я разноцветная. Это не она была? Нет, не она. Нет. Такая прикольная. Вот у меня идея посетила. Ой, да, там уже у нее была. Но она классная. Пока и Даша вязала из нее. Кардиган. Маневич. А-а-а-а. А-а-а. Она же не та. Она же не та. И я. А-а-а. Пока я собрала покупать, там более-менее подходящих осталось 20. Тридцать девять меринос, двадцать два альпака, два основа. Митраж 261 метра. У Лиды была такая вот тоже альпака, там очень была похожая. Да-да. Разноцветненькая такая, грамотная. Еще ты планочки там делала. Да. Там снизу вот такой. А-а-а. А сверху серец. Да. А потом эти два цвета вполне жестяк, я знаю. Без претензий. Ну понятно. Ну вот обычно. Но я тоже собираюсь. Наташа опять же вяжет. Как ты сейчас связала? Мне вообще не понравилось. Носки. Подожди. Везде. Вот с этой пряжей, которая вот так вот идет фиксионная, и она сама выстраивается в эти, в рисунке. У нее тут целая инструкция. А-а-а. Ой, извиняюсь. Вот. 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 Тут, короче, целая аппетиция. А-а-а. А-а-а. Малинка. Малинка какая-то. Спасибо. Я, может, потом дойду. Конфетами угощаю. Вот это сразу мило. Вот. И тут, короче, вот прямо как в этой, как в лекарствах целая инструкция. А-а-а. А-а-а. И вот такие получаются пятнышки прям. Только там надо плотность именно подбирать. А-а-а. Именно соль. И вот такая штука получается. Соль мне не понравился. Мне тоже нравится. Прикольная. И сегодня пришли втроем в красном, и Оксана их фотоит. На Оксану красный шарф нависит. А-а-а. Да, не сговариваясь. И, главное, сели в кафе рядышком друг с дружкой. Красненьком. Красной девице. Гляньте, какая красота. Оксана, он нас выстраивает как надо. Чик-чик. А Наталья сегодня? А у меня огонь. Света еще и зажигалка. Красная. А-а-а. Хорошо. А Наташа сегодня пришла. Не пришла, она его надела. В Тобиасе, как у меня, цвета. Вот, подождите. У нас тут видео, не мешает. Подождите, подтанцовка. Девочек надо веселить, мы пошли их смешить. Давайте нас веселите. Чтобы у них была непринужденная улыбка в камере. Разделите нас веселить. Розыгрыш. Разворачивай. Разворачивай. Разворачивай девочек. А, давайте тогда. Маша, снимай. Маша, снимай. Маша, снимай. Маша, блогер. Не раскрывай. Блогер, Маша. Снимай. Маша, снимай. Я пошла оттуда. Отойду. Я уже заберела. Все выбрала. Все выбрала. Прочитала все? Не смотрим. Не смотрим. Достаем бумажки, но не смотрим. Жень, где доставать будешь за меня? Ой, мне надо дерево еще сфоткать. Женечка. Жень, ты тяни. Жень, ты тяни. Тяни. Давай. Пока не раскрывай. Пока не раскрывай. А пошли? Уже? Нет еще. А что там еще и спинцы разыгрывают? Офигеть. Нифига себе. Даше. Даша успеет. Это что, все одного человеку? Нет, это всех. Посмотри на нее. Разворачивай. Разворачивай, Жень. Разворачивай. Давай. Ну давай. Уху! Уху! Поздравляй! Уху. Поздравляй! Уху. Уху-ху! Уху-ху! Уху! Вечернее включение, вечерние новости от меня. Значит, платье пока откладывается на неопределённый срок, потому что я записалась в тест к Инне, нашему преподавателю. В Одессе вяжет дружно нит Инка, а у неё уже несколько описаний вышло, и она набирала группу в тест, и я не могла удержаться. Там такой джемпер симпатичный вообще. И у Кова, у Инны всегда как-то она так придумает рукава, что там просто ах, и всё, и слов нет. Короче, я решила записаться к ней в тест. Связала образец. Естественно, у меня не оказалось нужной пряжи, нужного количества. Поэтому я по-быстренькому заказала в магазине Нит Студио Топ, по-моему. У Оли раньше был магазин тоже, по-моему, Топ Шоп назывался, не помню. Вот, потом она его продала, и сейчас, короче, не выдержала, видать, душа поэта, всё-таки открыла теперь магазин бобильной пряжи. И я заказала у неё, вяжу в четыре ниточки, здесь полторы тысячи метров в 100 граммах. Ну, с одной стороны две ниточки, и с другой две ниточки, то есть четыре. И это 80% шерсти ягнёнка и 20% полиамида. Это пропитанная очень, да, упитанная-пропитанная пряжа, которая вот должна разбухнуть после стирки. Это образец до стирки, он светится, он живой и светится, да. И я вот хочу сейчас до стирки вам снять, показать. Потом, может, утром, наверное, когда сейчас пойду стирать, утром он высохнет, и я вот прям покажу вам. Я думаю, он как-то перевоплотиться должен, по идее. И что я хочу сказать. Этот образец я вязала с... Это у нас изнанка. Я вязала изнаночные классические в этом образце. И у меня вот здесь вот рыхленько получилось. То есть я буду стараться, я специально здесь... Нет, не здесь у меня рыхленько получилось. У меня поезде и здесь даже чтобы было рыхленько получилось. А что-то у меня вот тут. Короче, не знаю, с какой стороны его измерять, потому что он так вроде не очень не отличается. В общем, буду как-то мерить эту плотность. Оно сейчас постирается, еще разбухнет, там, туда-сюда-сюда сваляется. Вот. Я надеюсь, я попаду в плотность, потому что не переживу еще один образец. Классическими изнаночными. Ну, посмотрю, короче. Вот. Так что будет джемпер. А я в этой чудесной сумочке. У меня проект, который я ношу с собой пока что, пока он не сильно огромный. Ой, посмотрите на это. В кадаженьку на эти... На занятия вожу. Пока вот жду ее, сижу вот эту вот в красоту ковыряю. Ну, как ковыряю, вяжу. Чего же я ее ковыряю? Это альпака Сури, по-моему. Тут даже написано. Она такая мягкучая, я думаю, мне ее не хватит и не знаю, будет у девчонок еще или нет. Потому что я ее, блин, Таня бездольная пощупала, ей она понравилась. И она, наверное, будет заказывать ее, если уже не заказала. Так, здесь, значит, 74% Сури, ну, альпаки, да, 22% шерсти и 4% нейлона. И она такая шелковистая, что просто вот не удержаться. Я надеюсь, что с этой пряжей будет кардиганчик. Вяжу, можно сказать, на глаз. Образцов не вязала. Не знаю, как получится. Но распускать я не планирую. Я, короче, набрала петли так, чтобы просто было немало. Думаю, у меня будет нормально. И так еще подумала, если будет узковато, буду вязать планку. Если не будет узковато, вот так вот и оставлю. Такую вот мягкость вяжу. Где не надо следить ни за рисунком, ни за чем. Петли вам скачут. Ну и что? Это альпака, и ей это простительно. В такой пушистой альпаке. Правильно? Правильно. Вот. Что-то еще хотела сказать. Спицы номер... Номер какой? Номер 5,5. Здесь у меня было 3,5. Это я на встрече, в Николаевской встрече начала вязать. Взяла с собой спицы 3,5. Или 4? 4. Четверку взяла. Думаю, начну вязать. А потом до меня дошло, что я же четверку-то взяла. Понятно, резинку на четверке даже ты свяжешь. А дальше что? И хорошо, что девочки-вязальщицы носят с собой инструменты. Я у Светы попросила... У нее как раз были эти нитпиксы. А они же там получаются одинаковые. Вот эти вот... Все вот эти нитпрошные, нитпиксы, тропсы там какие... И лики тоже. Они подходят все к этим клескам. Те спицы. И я у Светы попросила пятерочку с половиной, повязала там немножко, потом открутила. И дома уже прикрутила бамбуковые спицы, вот эти чагу. Вот, не думаю, что там плотность сильно отличается. Да я и там и провязала-то, в принципе, больше болтала. Вот. Так что сейчас пойду стирать образец. Померю его сначала, измерю и пойду стирать. Вот он мой образец после стирки. Он немножечко разбух, разошелся. Но не подошел мне. И поэтому я сегодня утром связала образец на спицах. Эти на 3,5 это на спицах 3,75. Потому что плотность немножко не подошла. Особенно высоту ряды он подсел. И вместо 37 рядов стало 39 рядов в 10 сантиметрах. Поэтому связала второй ряд. Ну вот, все равно не так видно. Хотя вроде видна разница полотна. Стиранного и не стиранного. Вахля такая. Пошла стирать этот. И на этом, наверное, буду заканчивать этот влог. Пойду монтировать видео. Не сейчас, конечно, а когда будет время. Вот. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok